Кто выиграет, тот отправится с Моргенштерном в ресторан Кайф. У меня было такое внутреннее ощущение, что вот 100% я должен выиграть. Вот выкладывал одно и то же видео каждые полчаса, ничего не было. Ни результата, ничего. И тут мне приходит в голову гениальная мысль. Я не знаю, как я до этого додумался. Шансы выиграть невероятно огромные. Меня посмотрел Моргенштерн. Что? Всем приветусам, Никетус. Да, название ролика это не какой-то там очередной. Не какой-то там кликбейт, чтобы вы кликнули, я получил свой любимый просмотр. Нет, это действительно произошло. И да, я мог увидеть и поесть с Моргенштерном. Мечта всей моей жизни. Сейчас я расскажу, как это было, потому что, ну, мне кажется, эта история... Это что-то невероятное. Честно, что со мной было вот за последний месяц, где-то неделю, происходило это. Это взрыв мозга, просто. Вы не представляете, какие эмоции меня переполняли в тот момент, когда... Я вам об этом расскажу. Где мой сценарий, подожди. Так, сочинение по литературе. Самец и самка. Давайте ближе к делу, потому что... В общем, началось всё с того, что Алишер создал тикток аккаунт и запустил туда челлендж. Это где-то было 11 апреля. Он запустил челлендж. И тогда вышла его песня «Новая волна». Я надеюсь, вы её слушали. Кто не слушал, тот послушайте. Это прекрасная песня, которая взорвала все чарты русского ютуба. Значит, по поводу победителя. Кто выиграет, тот отправится с Моргенштерном в ресторан «Кайф». То есть, он сам приедет в твой город. Или в мой, но уже не приедет, потому что он уже приехал. И я такой, блин, нужно участвовать 100%. И знаете, у меня было такое внутреннее ощущение, что вот 100% я должен выиграть. Вот чуть-чуть, понимаете? Я это как-то почувствовал. Я такой, всё, я участвую без всяких вопросов. Значит, нужно было под трек «Новая волна» станцевать какой-нибудь смешной танец. Ну, как говорится, глупый танец. Я не знаю, как. Как хотите, так и называйте. Но Алишер сказал, танец глупый должен быть. Поэтому пусть будет глупый. И, как вы поняли, я танцевал. Так, пахните! И, наверное, немногие знают в ютубе. Но у меня есть свой тикток аккаунт. Поэтому можете посмотреть его. Ссылочка внизу в описании. Я смонтировал ролик. Допустим, снял его. Почему допустим? Выложил я его в тикток. И проблема была в том, что этот ролик практически никто не посмотрел. Ну, скажем так. Потому что просмотров было где-то 20. И знаете, я тогда очень расстроился. Потому что я такой думал, блин, наверное, это всё. А, кстати, итоги, по-моему, должны были быть 20 апреля. То есть конкурс начался 11, 20 апреля итоги. Разбойники, я всё перепутал. Короче, не обращайте внимания на то, что я говорю. Я не знаю, что я нёс сам. Но это не главное. В общем, челлендж начался 6 июня. Бла херни, 6 апреля. А закончился 20 апреля. Сценарий. Сценарий. А закончился 20 апреля. Поэтому, если я там что-то дальше буду говорить, там очень странные вещи, ребята, не обращайте внимания. В общем, всем пока. Я... Пока. Так вот, я его снял, это где-то было на второй день челленджа, я снял, отмонтировал его, он не пошёл. Я такой, блин, чё делать? Я такой вспоминаю, блин, у меня есть инстаграм, я подвожу к этому всему, да, к тому, что я мог выиграть. Да, это круто, это круто! Я делаю вдох, так пахнет Диор, я искал тебя вечно. Авторские права, не давайте мне их. У меня и так их много. Безумно! И вот я выпускаю это же видео только к себе в сторис. И не знаю, знаете ли вы то, что, в общем, если ты выложил сторис в инстаграм, то можно посмотреть, кто посмотрел твоё сторис. Я выкладывал это видео где-то раз в полчаса, то есть постоянно вот так вот делал дело, потому что у Алишера на тот момент было 6 миллионов подписчиков, понимаете, да? Насколько у него там большое количество человек ему отправляют, отмечают его, да? Чтобы он увидел ваше видео. Я типа не прям надеялся, что он это заметит, потому что я ещё расстроился с ТикТоком, как-то разочаровался. Я как бы уже немного начал сдаваться, потому что где-то прошло 2 дня или даже 3 дня. Вот я когда выкладывал одно и то же видео каждые полчаса, ничего не было. Ни результата, ничего. И тут мне приходит в голову гениальная мысль. Я не знаю, как я до этого додумался, но это что-то слышали. Это мне просто вот так. Знаете, вот мысли и вот так вот сюда запихнули. Жалко, больше ничего не запихиваю туда. Всем привет. Я выкладываю такой сториз, типа, я обращаю... Типа, телефон. Я обращаюсь к Моргенштерну. В общем, я хочу, чтобы ты меня, типа, посмотрел на видео, потому что я, типа, очень старался на нём. В общем, простыми словами я обращение сделал. Ну, в принципе, я так и сказал, но ладно. Сделал я это обращение и всё, типа, выложил. Ладно, всё, посмотрит, посмотрит. Хотя я не надеялся, что он посмотрит, но была-не-была. Проходит где-то минут 20. Я захожу посмотреть, кто меня посмотрел. Я смотрю, синяя галочка у кого-то. Я такой, с чего? Смотрю. А меня посмотрел Моргенштерн. Я такой, что? Вы не представляете, какие эмоции я тогда ощущал. У меня тряслось всё. Вот так вот. Это... Я офигел тогда, потому что моё лицо посмотрел Моргенштерн. Короче, сторизы где-то максимум... Одно сториз идёт где-то секунд 10. Потом идёт следующий сториз. И обращение с видео, вот этим вот, оно растянулось где-то на 5 сториз. Я смотрю, он все эти 5 сториз посмотрел. Все 5 сториз. Моргенштерн. 6 миллионов подписчиков. Меня. Далее я, конечно же, рассказываю своей маме, папе моей. И я тогда понял то, что, блин, я... Во-первых, это понятное дело, он не каждого смотрит. Это большая удача, это огромная удача. Я понимал то, что я теперь нахожусь в списке на победителей. Потому что он меня как бы 5 сториз посмотрел. 5 сториз по 10 секунд. Это... 50 секунд он меня посмотрел. Понимаете? 50 секунд. Офигеть. И я понимал, что я могу выиграть. Но до итогов челленджа ещё около недели. И за эту неделю он меня мог просто забыть. И я тогда понял, я снимаю второй ТикТок. Да, кстати, я хочу перед этим сказать то, что я бы вам сейчас вот сюда бы вставил. Эти все видео. И чтобы вы их посмотрели. То есть, что там было, да? И что он посмотрел. Но я, к сожалению, не могу этого сделать. Потому что без музыки эти видео просто, ну, невозможно как-то вот, не знаю, оценить что ли. Эмоции получить. Потому что весь кайф в музыке. И эта музыка дополняет видео. Невероятно просто. Вау. Вот это я сказанул, конечно. Но вы эти видео можете посмотреть по ссылке в описании, в инстаграме. Они все там есть. Что же Алишер посмотрел? Вы можете посмотреть все три видео. Блин, взятый спойлер дал. Но ничего, может вырежу, может вырежу. Никита, скажи, вырезал ты это или нет? Ясно. Ссылка находится внизу. Можете глянуть эти видео. Они действительно очень интересные и разнообразные. Так вот, ко второму видео я подошел более профессионально. Потому что мне помогала моя мама. Вот. И отличие было в том, от первого видео ко второму. То, что во втором видео был сюжет и образ. То есть, если в первом видео я просто, типа, медуза, медуза, мы, друзья, Алишер. Во втором видео был сюжет. И еще моя мама придумала образ такого, знаете, ботана. То есть, я одел очки, сделал вот такую себе прическу. Она, в принципе, сейчас не... Я одел такой школьный костюм. В общем, все. Это такое вот. Мы начали снимать. Вот так вот все получилось. Я смонтировал. Опять же, вы это видео можете посмотреть, знаете, где. В описании. Очень крутое. Советую прям. С музыкой вообще топ. И, знаете, я не рассчитывал то, что он посмотрит меня второй раз. Потому что, ну, это было бы сверх везение. Это шанс. Ноль, 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 ноль. Ноль, 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 ноль. Я ничего не вставлю, блин. Я не умею монтировать, блин. Ноль, 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 ноль. Да, проходит где-то еще два дня или три дня. Ну, где-то около того. Он меня не смотрит, не смотрит, не смотрит. А, знаете, подождите. Короче, я помню, было так. Он меня не смотрел, не смотрел, не смотрел. Все вот эти вот дни, пока шел этот челлендж, да, последние дни. На последнем дне, то есть завтра уже итоги, то есть Алишер будет выбирать победителя. И он на этом дне, на последнем дне меня смотрит. Второй раз, второй. А, кстати, я забыл. Я где-то тут прикреплю скриншот, пруфы, так скажем. То, что это все не какое-то там это, да. Вот, поэтому вот оно где-то тут летает, я не знаю. Я тогда вообще, у меня не было слов. Я такой понял, типа, все, я думаю, на этом хватит. То есть завтра итоги уже. Он, мое личико. Я не буду улыбаться. Он мое личико запомнил, то есть, и может меня выберет. Я тогда, честно, я офигел. И моя мама с папой тоже офигели, потому что... Но мы поняли то, что шансы выиграть невероятно огромные. Просто безумно огромные. Но проблема была в том, то, что меня тогда смущало, прям невероятно смущало. Это то, что он некоторых людей выкладывал к себе в сториз. Да, такая функция есть. В общем, да. Так, не надо этого делать. И он некоторых людей выкладывал к себе в сториз. И я такой думаю, блин, а почему он меня не выкладывает? Да, возможно, вы скажете, то есть... Ой, там, наелся. Ну, вы поняли. Ну, это как бы ладно. Я такой думаю, ладно, я здесь я выиграю, все. И наступает ночь. Я... Вы не представляете, как я тогда плохо спал. Это было безумно. Я помню, мне приснился Алишер. Ну... Офиг! Вот, ничего не подумайте, все было нормально. То есть, мне приснилось, как я ел. Тогда я очень плохо спал, все время думал об этом челлендже. И вот, то есть, утро, я такой... Вот тут у меня где-то телефон, я сзади вас сплю. Вот, и я тянусь за телефоном, чтобы посмотреть, кто выиграл. Я смотрю вот так вот. И никого не было. Рубедителя ничего. То есть, никакого сториза Алишер не выпустил. Хотя, обещал. То есть, это было 20 апреля. Вот так вот. И я такой, блин, что делать? Ладно, окей, подожду еще там до вечера. Смотрю, и вечером Алишер выкладывает такое видео, сториз. Я такой думаю, блин, сториз выложил. Что делать? Что делать? Я смотрю этот сториз, и Алишер говорит то, что он победителя еще не выбрал. Типа, выбери два на днях. Ну, что-то такое он сказал, я не помню. Я такой, это шанс. Сделать третье видео. Третье видео было еще круче, чем второе, потому что так же меня продюсировала мама. Конечно, нет проблем, когда продакшен моя мама. Ой, 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 ой. Моя мама продакшен. Я. А, я всегда первый. Я. На мне деньги. Ставь лайк, если знаешь, откуда это. А так вот, мы снимаем третье видео, и мама предложила сделать теперь роль бабушки. Типа, я бабушка, прикиньте. Вы скажите, а что ты сделал с волосами? Ну, как бы, можно было пошутить, что они у меня длинные, как бы, ну, вот так вот, но у меня есть парик. Так вот, настолько мы серьезно поднеслись к делу, и у меня есть парик, и где мое яйцо? Вот этот парик, именно в нем я снимался. Ну, короче, это было примерно вот так. Я это видео смонтировал, то есть сроки поджимали, и я его выкладываю. Это уже я выложил вот 21 мая. И я помню, выходит ролик Алишера, где он говорит то, что, типа, все, завтра я уже выберу победителя, и все. Один день мне оставался, чтобы Алишер увидел мое видео. Проходило где-то 3-4 дня, чтобы он одно видео посмотрел. А мне нужно было, чтобы он посмотрел это видео одно, опять же, да, за один день. Это практически было невозможно, но я скажу, нет ничего невозможного в этом мире, и... Он меня посмотрел в третий раз. Я тогда в полном недоумении был, это было безумно. Это произошло вечером, то есть надо было уже спать, и он посмотрел, и, типа, завтра уже итоги, и это было офигенно. И перед сном он выкладывает видео, типа, и он будет всю ночь отбирать победителя. Я такой, ну все, молимся, он меня запомнил, все. И что, я ложусь спать, вы не представляете, это была тоже безумная, бессонная ночь. Опять мне слился Алишер. И вот наступает день, когда, вот, Алишер должен уже подвести итоги, то есть сказать уже. Я просыпаюсь утром, и смотрю в этот телефон, вот так вот. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ничего. Я тогда немного, я офигел. Где-то я прождал еще полдня, пока я не услышал сториз. Ну что же, я выбрал победителя, он целых два. Два. Когда он сказал то, что победителей будет целых два, я тогда понял, блин, это удвоение шансов. И вот, он выкладывает тиктоки тех людей, тех ребят, которые выиграли. Я смотрю первое видео, то есть я не попал, там какой-то чувачок. Вот, и, типа, все. Типа, вот, мой шанс, либо он меня сейчас выкладывает в свое сториз, я побеждаю, либо я в пролете. И не туда и не туда. Потому что я не выиграл. Выиграли какие-то ребята, но они действительно этого заслуживают. Вот, на самом деле, я тогда... Я тогда расстроился, да, но я тогда понял, блин, могло быть и такое, то, что он не посмотрел меня и одного раза, вы понимаете? И, типа, это уже безумно круто, и... Да, я чуть не поехал с Моргенштерном в кайф. Да, но я не собираюсь, типа, сдаваться как-то или что-то в англоте, потому что... Это моя глубочайшая мечта увидеть Моргенштерна вот этими глазами. Так же, как Слава Мерло увидел Гузееву вот этими глазами. Поэтому, я думаю, у меня все впереди. И, ребята, мечтайте и идите к своей цели. Даже если шажки к этой цели очень маленькие. В общем, да, я хочу сказать, чтобы вы мечтали, и все получится. И да, Алишер, ты моя главная цель. 10 апреля 2021 год. Я не знаю, что сказать. Меня посмотрел Моргенштерн. Я не знаю, что сказать. Мой танец... Я хочу пообещать себе, что я никогда больше не сдамся. Никогда больше, ни за что на свете. Все возможно. Продолжение следует...